Дом для потеряшки или рождественская история Автор Виолетта Минина Бом-дин-донни-бом Старинные часы Биг Бен на башне Вестминстерского дворца Торжественно оповестили о приходе нового дня Лист от рыбного календаря показывал 24 декабря Значит, сегодня ночью по всей Англии будут праздновать Рождество Солидный джентльмен в телевизоре с грустью сообщил Сегодня утром на смену туману придут проливные дожди Так что погода в Соединенном Королевстве будет истинно британской А потом, помолча в секунду, поправил свои очки в роговой оправе И виновата добавил Ах, но не стоит терять надежду Завтра Рождество И все может случиться Даже снег При этом как-то так странно закашлялся Было понятно, что сам он в это не очень-то верит Эх, 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 протянул полицейский Надевая парадную форму Яркую куртку с шашечками по подолу И красивый черный шлем с кокардой Ну и погодка Вот тебе и Рождество Впереди его ждал непростой денек Питер Брукс, а именно так звали полицейского Работал регулировщиком на одной из главных улиц города И сегодня без него было просто не обойтись Запруженный Лондон шумел, галдел и гудел Люди спешили кто куда Одни бежали по делам Другие суматошно носились в поисках подарков родным и близким Дети щебетали Мамы тянули их за руку Папы старались не упустить из виду и тех, и других Но несмотря на непогоду в городе пахло хвой И хорошим настроением Автомобили с включенными фарами тянулись по шоссе длинными пестрыми лентами Как праздничные гирлянды Желтые, синие, зеленые Над маленькими машинками гордо возвышались огромные красные рутмастеры Двухэтажные автобусы, из окон которых пассажиры С любопытством наблюдали за предпраздничной суетой Питер Брукс нес службу буквально не покладая рук Вдобавок к неудавшейся погоде на перекрестке сломался светофор Питер, как дирижер большого симфонического оркестра Неустанно размахивал полосатым жезлом Пропуская поочередно потоки машин и пешеходов Полицейскому очень даже нравилось, как на дороге меняется движение Словно по мановению волшебной палочки Но тут, ой-ой-ой, случилось непредвиденное Питер еще только начал поднимать полицейский жезл А золотой Бентли уже сорвался с места Вдруг, откуда ни возьмись, на пути автомобиля возник ярко-оранжевый зонтик Тормоза пронзительно взвизгнули Прохожие в ужасе ахнули Зонтик промелькнул перед Бентли и бросился к полицейскому «Ай!» – вскрикнула красивая дама в голубом пальто и белом буа Выглянув из окна Бентли «Боже, какой стресс! Я чуть не лишилась чувств!» «Ну я не виновата!» «Правда, сэр?» – с некоторым сомнением в голосе спросила она «Правда!» – подтвердил справедливый полицейский Он переводил взгляд то на испуганную даму, то на зонтик, жавшийся к его ногам Только уж больно выторопливый, мэм «Ой, извините за спешку! Я буду внимательнее! Просто я еще не всем внукам купила подарки, а их у меня семеро!» «Проезжайте, мэм, пожалуйста! Не создавайте пробку!» – сказал Епитер «С Рождеством и удачи на дороге!» «А вас, оранжевый зонтик, я попрошу предъявить документы!» Мистер Брукс был серьезным и даже немного суровым человеком Больше всего на свете он уважал закон «Вы нарушили правила!» – строго произнес он, обращаясь к зонтику И для острастки дунул серебристый свисток «Трю!» «Но у меня нет документов! Я всего лишь ребенок!» – послышался тоненький голосок Питер заглянул под зонт и увидел растерянную маленькую девочку с большими голубыми глазами, полными слез Курточка с меховой опушкой была расстегнута, а зеленый беретик съехал на бок Обеими руками девочка крепко сжимала ручку зонта «Меня зовут Молли Кларк, и я совсем не хотела что-то нарушать, я потерялась!» «А вы ведь полицейский! Значит, вы обязательно найдете меня и вернете домой к папе и маме!» – добавила она с надеждой «Правда?» Не успел Питер открыть рот, как рядом снова взвизнули тормоза Теперь это был старый синий Роллс-Ройс Из Роллс-Ройса выскочил бородатый старичок в кличетом костюме и принялся громко кричать «Дожили! Средь бела дня в самом центре города кошки под колеса бросаются!» Из-за колеса автомобиля показалась мокрая взъерошенная кошка Вид у бедолаги был весьма жалкий Неудивительно, в нее ведь не было зонта Кошка попыталась улюбнуть, но не тут-то было «Стоп!» – сурово притормозил ее Питер Брукс «Немедленно подойдите ко мне! По какому праву вы переходите дорогу в неположенном месте?» «Ой, извините, дорогой полицейский, я нечаянно, я просто сбилась с пути!» – замурлыкала кошка «Ваше имя и фамилия!» – Питер достал блокнот и собрался что-то записывать «Потеряшка! А фамилии? Фамилии у меня нет» «Так, значит, ты тоже потерялась?» – с участием поинтересовалась Молли «Ах, ничего подобного!» – возмущенно промяукала кошка «Это меня потеряли навсегда!» И гордо задрала черный носик в небо А потом громко пыркнула и три раза дернула усами Прямо на нос ей упала капелька дождя «Потеряшка опустила мордочку и тихо добавила Но, если честно, хозяйка выгнала меня из дома И велела больше никогда не возвращаться!» Молли сочувствием покачала головой Заклонилась к кошке совсем близко И шепотом спросила «Ах, так твоя хозяйка, Слюка! Ой, еще какая! Я всего лишь попробовала кусочек индейки Совсем маленький!» А потом еще кусочек, и еще кусочек Ммм, еще кусочек Индейке-то ужасно не понравилось Индейке, он так вкусно пахло Ах, это душистое, мягкое мяу-мяу Мясо просто мяу! И потеряшка закрыла глаза Вспоминая ароматное лакомство Питер за всю жизнь оштрафовал много нарушителей, но сегодня он был полностью на стороне кошки. Воровать индейку – это не дело, сурово произнес он. Но разве можно выгонять из дома на улицу? Да еще зимой Питер Брукс был возмущен. Я этого так не оставлю. Тем более потеряшка сама во всем призналась, честно и добросердечно поддержала Моле. Значит, ее нельзя наказывать слишком строго, я это знаю. Мой папа адвокат. А тем временем на дороге образовался затор. Автомобили, собравшиеся на перекрестке, принялись возмущенно сигналить. Питер Брукс поспешил все исправить и разрешил машинам проездить. Вот что, вновь обратился он к девочке Моле и кошке потеряшки. Нужно срочно доставить вас по домам. Меня можно просто отпустить, предложила кошка. Ну и что ты будешь делать? Уточнил Питер. Так и буду потеряшкой, буду бродить по улицам города в поисках лучшей жизни. Вдруг мне все-таки повезет? Но это неправильно. Кошки не должны болтаться по городу без присмотра, возмутился Питер Брукс. У всех должен быть дом. Даже у кошек. А хочешь, я возьму тебя к себе, предложила Моле. Только пообещай, пожалуйста, больше никогда ничего не брать без спроса. Согласна? Мру, еще бы. Очень согласна. Клянусь, что не стащу без спроса ни одной сосиски. Даже на стол не гляну. И потеряшка от радости громко замурлыкала и встала на задние лапки, чтобы лучше рассмотреть новую хозяйку. Вот и чудесно, успокоился полицейский. Во всем должен быть порядок. Он взглянул на часы и улыбнулся. Кстати, моя смена подходит к концу, и я сам отведу вас к родителям. Ты ведь знаешь твой домашний адрес? Спросил он у Молли, слегка подняв бровь. Конечно, наизусть. Паддингтон, красный дом с колокольчиком. Отчетливо и с выражением произнесла Молли. Отлично! Молли и ее хвостатая подружка радостно шлепали по лужам в сторону дома девочки. А Питер нес над ними большой оранжевый зонт. Молли весело подпрыгивала, перескакивая с ноги на ногу. А Патеряшка проныривала у нее между топожек, высоко подняв черный хвост. Ну и какая же ты теперь, Патеряшка, раз ты нашлась, рассуждала Молли. Нужно дать тебе другое имя. Вот какое тебе нравится? Мне? Мяу, Розалинда. Оно гордое и гламурное. Обрадовалась Патеряшка и на минуту остановилась, выгнув спину в поклоне. Чудесное имя, правда, сэр полицейский? Превосходное, подтвердил Питер. Питер Брукс был хорошим полицейским и быстро отыскал дом Кларков. Родители Молли уже с ног сбились в поисках дочери. Оборвали все телефоны. Увидев свою малышку, они настолько обрадовались, что, несмотря на английскую сдержанность, бросились всех целовать. Даже кошку, Патеряшку Розалинду. Спасибо, спасибо огромное, что отыскали наше сокровище, обнимала Питера миссис Кларк. Даже не знаю, как вас благодарить, тряс руку Питера мистер Кларк. Да я, да я тут ни при чем, это все Молли. Она у вас очень находчивая, говорил Питер с улыбкой, поглядывая на Молли. Дорогу домой отыскала и пушистого друга. Кстати, из Молли вышел бы отличный полицейский. На прощание родители поздравили Питера с наступающим Рождеством. А вы что в праздник делать будете, спросила Молли с любопытством. Телевизор смотреть. А потом лягу спать, грустно признался Питер. Все равно мне больше нечем заняться. Семьи у меня нет и друзей завести не успел. Ведь я все время на работе, добавил он. Ну, не буду больше отвлекать вас от праздничных приготовлений. Всего доброго. Откладывался Питер. И Питер медленно побрел по бокрым улицам домой. В лицо ему дул холодный неприветливый ветер. На душе было мрачно и слякотно. Дома Питер скинул ботинки и уселся в любимое кресло, не сняв форму. Раньше он никогда так не делал. Но сегодня у него чего-то совсем испортилось настроение. Он даже не налил себе чаю, хотя по вечерам всегда готовил этот чудесный напиток. Ведь в Лондоне такая традиция, и Питер ее уважал. Питер оглядел свое жилище. И на душе у него стало совсем грустно и тоскливо. В квартире не было ни елки, ни рождественских украшений. Ничего, что радовало бы глаз и ни с кого. Как же так случилось, думал Питер. Даже у кошки потеряшки теперь есть семья. А я вроде и с крыши над головой, но как будто бездомный. Чтобы отвлечься от грустных переживаний, Питер включил телевизор. На всех каналах люди улыбались, веселились. И все тот же джентльмен в очках торговой оправы, что говорил про погоду, теперь поздравлял всех с Рождеством. И в этот миг Питеру Бруксу, суровому полицейскому, так захотелось быть кому-то нужным не на работе, а в самой обычной жизни. «Эх, у меня даже кошки нет», – тяжело вздохнул Питер. «И совсем нет поговорить». Питер нажал на пульс и выключил телевизор. Увы, ликование людей на экране не прибавило Питеру радости. Телевизор погас, но рождественская кутерьма продолжалась. За клом слышали смех, гомон, восторженные выкрики, взрывы фейерверков. Люди приветствовали друг друга, пели и танцевали. А в маленькой квартирке Питера было так пусто и одиноко, что эти звуки казались ему невыносимыми. Боже мой, скорее бы закончился этот праздник. Питер встал, чтобы захлопнуть в форточку. Но в то же мгновение за стеклом показалась знакомая черно-белая мордочка. «Мрррр, привет! А вот и мы!» От удивления Питер выронил пульт, телевизор опять включился, и из него полилась веселая рождественская мелодия. Дин-дон, дин-дон, слышен нежный перезвон. Колокольчики звенят, Рождество к нам в дом манят. В этот миг в квартиру позвонили. Питер бросился к двери и открыл ее, даже не спросив, кто там. На пороге стоял мистер Кларк, а рядом с ним улыбалась вовес сирот Молли. «Добрый вечер, а мы за вами!» – сообщил мистер Кларк и поправил зеленый шар. «Вы так внезапно покинули нас, что мы не успели пригласить вас на рождественский ужин!» «Вы ведь придете, да?» – радостно прокричала девочка. «У нас будет настоящий праздник! Огромная елка и куча подарков!» «А еще индейка! Мя-а-а! Сочная, ароматная!» Подскочила к Питеру потеряшка Розалинда и потерлась бочком моего ногу. «Ну, как вы узнали, где я живу?» – удивился Питер. Сердце его радостно затрепетало. «Так ведь мой папа адвокат, а я? Я будущий полицейский!» «Вы же сами сказали!» – рассмеялась Молли. «Так вы придете, мистер Брукс?» И Питер тут же согласился. Раздумывать было некогда, до Рождества оставалось всего ничего. «Ура!» – обрадовалась Молли. «Спасибо, спасибо, что приняли приглашение!» – кивнул мистер Кларк и снова поправил зеленый шар. «Тогда мы ждем вас ближе к полуночи!» Питер Брукс отправился в гости не с пустыми руками. Он заглянул в пекарню и купил большой рождественский пирог, от которого так славно пахло миндалем, ванилью и цукатами. И немного мускатным орехом. Это был самый вкусный пирог на свете! В детстве мама пекла ему такой на Рождество. Подойдя к дому Кларка, Питер нерешительно постучал. Тихонько, потом посильнее. И тут на плечо Питера упала снежинка. За ней вторая, третья, с неба огромными хлопьями повалил снег. Тысячи невесомых пёрышек затанцевали в воздухе, плавно покачиваясь на лету. Снежинки медленно опускались на землю, покрывая её белоснежным ковром. Питер почувствовал, как не только город преображается, но и он сам, он знал, теперь всё будет иначе, лучше и светлее. Эта маленькая девочка под оранжевым зонтом и кошка-потеряшка напомнили ему о самом важном, о тепле и уюте семьи. Ведь дом — это не место, а те, кто тебя любят. Питер улыбнулся, громко выдохнул и уверенно дёрнул за шнурок дверного колокольчика. Блям-блям бодро пропел колокольчик. Кларки распахнули дверь и ахнули. «Смотрите, смотрите, что это?» Молли захлопала в ладоши. Питер стоял в снеговом облаке, а за его спиной возлышалась белая пушистая стена. Снежная шляпа свистала с его головы огромным сугробом. В сиянии лимонных фонарей гость походил на волшебника из доброй сказки. Питер улыбнулся с счастливой широкой улыбкой, а снег шёл, шёл и не собирался заканчиваться. Это было самое настоящее, пренастоящее Рождество. Да, кстати, в гости к Ларкам заглянула мамина сестра Клариса. Очень хорошенькая и умная девушка. А Питер, врук, был не только отличным полицейским, но и вполне симпатичным человеком. И они, конечно, приглянулись друг к другу. Вот как бывает. Молли нашла Питера. Питер нашёл родителей Молли и своё счастье Кларису. Потеряшка Розалинда нашла новый дом, А дом этот приобрёл ещё одного доброго друга. Всем друг друга нашли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова